Субтитры подогнал «Симон» Мы собрались здесь на традиционный день гнева. На нашем дне гнева будут подняты такие темы, как события. Мы будем выступать о событиях в Ливии, о внешней и внутренней политике России по отношению к Ливии, по отношению к просоюзным и политическим активистам, против которых развернуты в нашей стране репрессии, по другим острым социально-экономическим вопросам. Мы собрались сюда, чтобы высказать свою солидарность ливийскому народу. Более восьми месяцев велась война, развязанная Америкой, развязанная странами НАТО. Все эти заявления в прессе о том, что эта война не из-за нефти, она выглядела смешно. Конечно, из-за нефти, но не только из-за нефти. Ливия была пельмом на глазу для всего капиталистического мира. Ливия шла социалистическим путем развития, опирающаяся на народные традиции этого народа. И у них была самая лучшая стандарта жизни в Африке. Как же «Урия» означает по-русски «народовластия», то есть «прямая охрана», «демократия» или «народовластия». Власти народа – это те же самые лозунги, под которым выступали когда-то наши предки в 17-м году. Это лозунг «Вся власть Советов». В Ливии это называется «Народные комитеты» и «Народные конгрессы». «Зеленые комитеты», «Зеленые конгрессы». Это все одно и то же. Я предлагаю создать Совет в России, развивать жамахерию в России, создавать Советы и продвигать социализм в России. Потому что сегодня они бомбят Ливию, завтра они будут бомбить Россию. Надо организовываться в Советы. Я предлагаю после митинга всем собраться, желающим, и обсудить эту тему создания Совета в России. Еще я хотел сказать о том, что некоторые не согласны с нашими лозунгами, незаконные выборы, все такое. На самом деле, вы же думаете, что они законные и думаете, что насчет выборов что-то можно решить. Вы ждете, пока какая-нибудь партия придет к власти и сделает вам хорошо в этой жизни. Так не должно быть. Мы должны сами организовываться, сами бороться. Да, слава богу, если придет какая-нибудь хорошая партия в парламент и решит все наши проблемы, но я с этим не согласен. Я говорю, что нам надо организовать самим, создавать Советы и бороться за свое счастье самим. Потому что с одними плакатами, с изображением Муаммара Каддафи, это ничего не изменит. Безусловно, Джамахири – это прогрессивная страница в истории этой страны. Безусловно, здесь по двух дней не быть не может. Тот режим, который пришел на смену в результате империалистической агрессии, является реакционным и кровавым. Причина – это богатство Ливии, это понятно. В то же самое время, хотел бы заметить, почему Россия, буржуазная Россия, такую позицию продемонстрировала. Почему она предала, по сути дела, своих ливийских партнеров. Заметьте, совсем недавно в средствах массовой информации прозвучало, что Саакашвили снял свои претензии по аннексии территорий, как он считал, грузинских, и разрешил России вступить в ВТО. Я думаю, что это плата за ВТО. Предательство Ливии – плата за ВТО. Россия является точно таким же буржуазным, империалистическим стервятником, как и остальные страны. Она также будет идти по головам более слабых в угоду своих экономических интересов. Это первое. Второе. Джамахерия. Безусловно, высокий уровень социальных гарантий. Безусловно, это прогрессивно. Но, товарищи, что такое социализм? Социализм – это невысокие социальные стандарты. Они есть в капиталистических странах. И в Швеции, например, много раз нам показывали. Да, там высокие пособия по безработице. Но социализм – это невысокие пособия по безработице, отсутствие безработицы. Вот что такое социализм. Социализм – это опоры на рабочий класс. Можно строить некий социализм в национальных границах для граждан. Но это не социализм. Это иллюзия. В той же самой Ливии, при ливийских, так сказать, гражданах, которые получали пособия по безработице, работали трудовые мигранты. А они кто? Они второй сорт в этой стране. Получается так, это не социализм. И последнее – отдавая мужество, смелости, стойкости и, конечно, хорошим человеческим качествам Маамара Каддафи. Безусловно. Я хочу заметить, что помощи какой-то международному рабочему движению со стороны ливийского лидера, оказывается, не было. Вот я знаю, что он оказал помощь Саркази на выборах. Тому же самому империалисту, который его предал и, по сути дела, инициировал это вооруженное вторжение. От помощи международным профсоюзам не слышно было такого ничего. Поэтому присоединяюсь к сказанному, что, безусловно, обсуждаем агрессию против Ливии. Безусловно, Маамар Каддафи – национальный герой. Вот, так сказать, с теми наполнениями, о которых я сказал. За последние 20 лет так называемых демократических реформ мы не увидели ни свободы собраний, ни свободы слова, ничего, что нам так обещает демократия. Вместо этого мы получили кучу политических заключенных. Только моих товарищей по партии прошло уже больше 200 человек через тюрьму. Последний несправедливый приговор был по Манежному делу, когда трое человек поехало ни за что, на огромные срока, от трех до пяти с половиной лет. Просто за то, что сходили на митинг. И впоследствии арестованный Дмитрий Путенихин, который в ответ на несправедливый приговор суда обрел прокурора водой, за это теперь он находится в СИЗО. А сколько других политических заключенных, анархистов, националистов, коммунистов, сколько еще людей будет тариться по тюрьмам? Конечно же, мы требуем отмены 282-й статьи. Конечно же, мы за свободу всех политических заключенных. Но пока этого не произошло, мы можем требовать признания, официального признания статуса политических заключенных на государственном уровне. Если государство нас сажает, то уж будьте добры, признайте нас политическими заключенными. Чтобы было вам легче переносить, повысят цены на 30% на жилье. Обложат недвижимость. А точнее, всю собственность, которая есть у вас. Не у больших собственников, а прежде всего у пролетариев. У тех, у кого есть какие-то дачки, машины и так далее. Поэтому я наступаю сейчас с небольшим обращением к нашим будущим кандидатам в депутаты. В свое время, когда был кризис, все это, вам говорят, сделают, потому что кризис наступил в стране. В свое время, когда в Америке был кризис, американцы ввели закон Рузвельта. По которому все те, кто хранит деньги в иностранных банках, являются преступниками, преступниками перед своей страной. Поэтому их облагали сумасшедшим штрафом и сроком на 25 лет. Давайте, пускай и у нас в стране введут этот закон. У нас бешеная инфляция. Потому что все банки у нас коммерческие, частные. Необходимо установить для начала государственный банк, который будет подосчетен не только правительству, но и депутатам страны. Вот сегодня, все-таки, при всех важнейших событиях, которые происходят в стране, сегодня важнейшее событие, которое мы ожидаем, это выбор. Да, власть часто пульсифицирует ее. Да, они стараются использовать все, что могут, в том числе административный ресурс. Но также практика показывает, что там, где есть противодействие, там результаты очень близки к волеизведению людей. Ну, например, удалось в Ломоносове осудить на 9 месяцев тех, кто пульсифицировал выборы. И вы знаете, что в Ломоносове там много прошло местные советы людей надежных, честных, справедливых. Вы знаете, что выборы Вахтова вообще единую Россию прокатили на ноль. В течение двух лет, в 2010 году и в 2011 году, что только власть не делала. И у каждой нужно понимание, у всех, что чем больше придет на выбор у людей, тем меньше возможностей фальсификации. Поэтому я призываю всех 4 декабря прийти на выборы и отдать свой голос тому, кого вы считаете нужным. Я считаю, что нужно отдавать левым силам свой голос, в частности КПРФ, причем в том, что у нас есть в ней вопросы, но это намного лучше, чем существующая власть. Поэтому призываю вас прийти на выборы за 4 декабря.